МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Перед зеленым дерби с Акбарсом уфимский Салават Юлаев для начала проэкзаменовал другой татарстанский коллектив нефтехимик. Интерес к этой встрече подогревала фигуры главного тренера нижнекамцев Андрея Назарова, с которым скучно не бывает никогда. Также было любопытно понаблюдать за тем, как себя проявят Евгений Коротков и Артем Чернов, игравшие против своих бывших команд. Стартовый период встречи выдался не слишком зрелищным. За 20 минут команды на двоих соорудили лишь один-два голевых момента. К радости трибун свой шанс за одну секунду до сирены на перерыв использовали хозяева. Спецбригада большинства уфимцев по традиции оформила красивую шайбу. Умарк хитро выдал шайбу на пятачок, где быстрее всех сориентировался Хартиканин. 1-0. Первый период 0-0 был. Или нет, мы забили, по-моему, 1-0. Ну да, в самом конце это гол в развивалку хорошая. Команды радовали пришедших на игру болельщиков классным зрелищем, а в перерыве все зрители могли насладиться развлечениями на любой вкус. Получив порцию позитива, зрители вернулись на трибуны. В игре положительных моментов также было с лихвой. Уже в дебюте второго игрового отрезка уфимцы закрепили свое преимущество, причем забитая шайба оказалась очень курьезной. Хартиканин оформил дубль броском с острого угла 2-0. После этого игра успокоилась. Соперники не демонстрировали высоких скоростей. Как оказалось, весь запал игроки команд берегли на концовку периода. На последней минуте игрового отрезка болельщики увидели сразу две заброшенные шайбы. Сначала в ходе позиционной атаки отличились гости, а за 6 секунд до сирены на перерыв забили юлаевцы. Арзамасцев после выигранного короткого вбрасывания неотразимо бросил от синей линии. 3-1. Заключительная 20-минутка по такому счету сулила хозяевам усиленный штурм в исполнении соперника. Подопечные игры Захаркина были готовы к этому и мастита контролировали ход игры, а в довесок еще и реализовали большинство на экваторе периода. Четвертая шайба уфимцев заползла за ленточку ворот гостей от клюшки Лекомцева, но записали ее на счет Хартиканина, который таким образом оформил свой первый хитрик в форме нашей команды. В общем-то, да, стараюсь просто бросать поворотом. Наверное, это хитрик один из самых некрасивых хитриков в истории хоккея, но повезло. И этот матч добавил мысли для размышления тренерскому штабу уфимцев. Еще в первом игровом отрезке травму получил капитан Юлайпцев Денис Бодров. О серьезности его повреждения судить пока рано, но это однозначная потеря для нашей команды. Сегодня было шесть защитников, один получил травму, осталось пять. А в лазарете их очень много. Попробуем что-нибудь сделать медицинскими, дозволенными средствами. Победа над нефтехимиком получилась не такой эффектной, зато игра Юлаевцев была крайне эффективной, а эмоции они приберегли на дерби с Акбарсом. Нас ждет настоящая битва. Дуард Хизбуллин, Константин Данилов, Хоккейный клуб «Салават Юлаев». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова